Очередное доброе утро. Доброе оно и так каждый день, но сегодня на особенно доброе, ведь это утро в Японии. На самом деле утро в Японии мало чем отличается от любого другого утра. Вы чистите зубы, с трудом расклеиваете глаза, пьете кофе, и постепенно, знаете, жизнь налаживается. Мне 34 года, и я еду в школу. На мне костюм школьника, но на самом деле он не настоящий. Вернее, он настоящий, но я не настоящий школьник. Я думаю, вы уже догадались, это по моему самому. Мы на перекрестке Шибуя в самом сердце Японии. Легендарное место, но зачем мы здесь оказались? Всего одна станция от него до нашего нового колледжа. Как же туда добраться? Очень трудно ориентироваться в Японии, если ты иностранец. Ничего не понятно, все на японском, которого ты, скорее всего, еще не знаешь. Но, слава богу, здесь есть интернет, навигатор и гугл-переводчик. Радует чистота на улицах. Это единственное место в мире, где можно ходить в белых кроссовках и не бояться, что они перестанут быть белыми. А вот наш колледж. Та самая легендарная академия Сэйю. Ей 150 лет, наверное. А это наш учитель, Найт Сенсей. Говорят, раньше он был ментом. Он учит нас японскому языку и хорошим манерам. Ох, чертовы хорошие манеры. Не думал я, что мне придется столько учиться в моем возрасте. Но, к счастью, это не всегда. Иногда находится время для отдыха. Покататься на корабле. Ведь Япония — это большой остров. Куда не пойдешь везде море. Знаете, море успокаивает. Чувствуешь себя капитаном своей жизни. О, а вот и Сэйю. Эти мальчики и девочки скоро станут настоящими Сэйю, представляете? И будут озвучивать ваше любимое аниме. Самое сердце Японии. Станция Эбису. Вокруг целая куча магазинов, ресторанов. Так трудно выбрать. Этот? Нет, наверное, другой. Не потому, что у нас не хватает денег. Хотя и поэтому тоже. Хочешь поесть? Нет, парень, не сегодня. К сожалению, это слишком дорого для нас. Может быть, в другой раз. Например, завтра. Поедим завтра. Сегодня. Сегодня кофе. Много кофе. А все знают, что будет, если пить много кофе. Будешь пить много кофе, будешь здоровым. Хотя в Японии с этим и так хорошо. Знаешь, здравоохранение в Японии на высшем уровне. Они тратят 10% УЖП на здравоохранение. Остальное на поезда. Иначе как еще объяснить, что их так много и они такие качественные? Поезда. И все такое чистое вокруг. Они... Я реально видел как-то раз, как они моют тротуары с мылом. Это правда. Мы идем в прачечную. В прачечную. Но, к сожалению, мы забыли белье. Чтобы его постирать. Постираю себя. Если вам некогда мыться, всегда можете постираться в японской машине. Постирали. Дело, время, потехи, час. Это, ребят, не про нас. В Японии дело, время. Вас ждут увлекательная учеба и работа, которую вы найдете сами. И это может быть какой-то фриланс, а может быть подработка. Если очень повезет, и вы хорошо подтянете уровень японского, и вас ждет работа в каище. Это так называются японские офисы. Легендарные. Там даже можно умереть на работе. У них есть специальное слово, которое обозначает смерть на работе. Называется корощий. И, знаете, не такой уж он и хороший. Я уверен, что каждый найдет в себе в Японии занятие по душе. Ведь это страна контрастов. Это страна чудес. Это страна ожившего аниме на улицах. Но если вы едете только ради аниме, не верьте тем, кто говорит, что здесь не будет как в аниме. Все будет как в аниме. Абсолютно все. Но не забывайте, что у аниме очень много жанров. Может это будет спортивная драма, а может быть просто апокалипсис. Конец. Конец фильма. Но, надеюсь, не наша жизнь в Японии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok